Приветствую вас. Вот так вот на скидку, значит, можно предположить, что это следствие того, что вы потеряли близкого человека, то есть как бы желание вашего сознания, по сути дела, отстраниться от реальности, отдалиться от нее, как бы утравить границу, да, то есть создать у вас ощущение, что это не вы, что это не с вами происходит, происходит, что это все-таки, например, вам снится, снится или что-то еще в этом роде. Такое вообще бывает. Значит, чтобы вернуться вновь в такое нормальное состояние, вам нужно понять в первую очередь, чего вы пытаетесь избежать, от чего вы пытаетесь отстраниться, вот если мы говорим именно о вашей сейчас жизни. Либо вы пытаетесь отстраниться от тех условий в вашей жизни, которые сейчас есть, например. Либо вы таким образом пытаетесь бороться со своим чувством вины, например, которое у вас имеется в результате потери вашего близкого человека. Либо вы таким образом, значит, отстраняетесь от тяжести той жизни, которая сейчас у вас есть. То есть, в любом случае, если смерть близкого человека это всегда, это всегда стресс, это всегда травма, это всегда очень тяжело переживается. Если вы не выращали свой стресс, если вы никак его не реализовывали, если у вас ответственность, вы говорите про дочь, про своего ребенка, соответственно, вы вероятно ощущаете, что не можете расслабиться, то вам это вот срочно нужно сделать, потому что вполне возможно, что ваше состояние свидетельствует о том, что вы свои чувства просто-напросто подавляете, и подавляя свои чувства привыкаете как бы их избегать, и это в итоге приводит к тому, что вы как бы уже так, ну, смотрите на себя, как будто бы с стороны. Хотя, вполне возможно, что у вас и немножечко другие симптомы под этим проявлением кровица, но это уже, думаю, я не мог. Профиль, вот, потому что вариантов здесь может быть на самом деле много, именно вариантов может быть на самом деле много, но все варианты, понятное дело, перечислять здесь, мне кажется, не стоит, ничего хорошего из этого не получится, вот. Главное, чтобы вы обратили внимание вот на то, о чем я вам сказал сейчас, чтобы подумать, может быть, все-таки записаться на прием к психологу, чтобы проработать с ним свои проблемы, смерть близкого человека, еще раз, это всегда очень тяжелая ситуация, тяжелое переживание, ощущение полной безысходности, отчаяния, ужаса, неопределенности, страха перед будущим, и вполне вероятно, что вы просто не справляетесь. И если ситуация будет дальше так происходить, то есть, если вы ничего не измените для себя, если вы оставите все как есть, то, к сожалению, вот в этом случае уже совершенно точно возможны определенные оплазнения, которые потом уже будут гораздо тяжелее нейтрализовать, поэтому я вам не рекомендую затягивать и более подробно рассмотреть свою проблему, вот. Если можете, то вам я рекомендую побыть как-то вот немножечко, может быть, без ребёшка, да, какое-то время, то есть, ну, просто оставить его с кем-нибудь, самой отдохнуть, побыть наедине с собой, или где-нибудь еще, а может быть, с кем-то, то есть, тут как вам лучше уже, вот, я надеюсь, что вы с этим сами разберетесь, но тот факт, что вам требуется смена обновления обстановки, чтобы понять, какие именно ваши переживания не позволяют вам чувствовать себя хорошо и адекватно, вот, это необходимо, то есть, чтобы это сделать, необходимо вам сменить обстановку, побыть, значит, в другой обстановке, в непривычной для себя обстановке, а это, естественно, напрямую зависит от того, что вы можете, то есть, если вы можете сделать это, если нет, то тогда имеет смысл, конечно, обратиться, безусловно, имеет смысл обратиться к психологу для того, чтобы он вам помог справиться. Вот пока переживать из этого не стоит, вы сказали, что вам плохо от этого, вот тоже хотелось бы, чтобы вы немножечко подробнее описали этот момент, что значит плохо вам, какое значение вы вкладываете в это вот ваше плохо, то есть, что есть плохо, как оно проявляется, это плохо, вам тяжело, вы чувствуете, что это вам мешает, или вам плохо от того, что вы боитесь, что дочь это увидит. Ну, кстати, она не может этого видеть, потому что это чувствуете, что это только вы, и со стороны вполне вероятно, что вы ведете себя совершенно нормально, это только вы чувствуете, поэтому, естественно, что дочь увидеть этого не может никак. Да и если вы ей скажете даже об этом, она, скорее всего, вам, ну, просто или не поверит, или не воспримет всерьез то, что вы говорите. Вот. А также вполне вероятно, что у вас эта защитная реакция от чрезмерной нагрузки, как физической, так и эмоциональной. И, принимая во внимание то, что с вами произошло, скорее всего, речь идет о эмоциональной нагрузке больше, чем о физической, конечно. Ну, а в этом контексте совершенно очевидно, что вам нужно делать. Как я уже сказал, пережить травму, которая связана с тем, что вы потеряли близкого человека. А я наметил в себе новые цели, потому что очень часто бывает так, что после смерти близкого человека, значит, меняется социальное положение родственников или близков. А смена социального положения, значит, помимо воли субъекта, это всегда травма и потеря личностного смысла. Если вы не хотите, чтобы у вас было так, то имеет смысл как можно быстрее с этим работать и как можно быстрее данное состояние нейтрализовать. Это можно сделать, если вы среди серьезно решите работать над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.